привет всем сегодня будет обзор сходов земляники из своих семян и также в этом видео расскажу что делать нам соответственно после того как наша земляника начала всходить здесь для красоты конечно же лежат пачки магазины и все-таки семена эти не всегда нас к сожалению радует схожестью именно такой близкой 80 или 100 процентам свои семена наоборот часто демонстрируют схожесть близкую и к 100 процентам то есть сходят они просто замечательно наши сейчас контейнеры вот эти вот до стоят под подсветкой соответственно как мы их поставили вот именно в таком положении стараемся их не вертеть сторонами то же самое и про стаканы можно для удобства конечно заметить это поставить метку и все стаканы чтобы они стояли именно так как мы их выставили то есть не меняя вот эти все углы потому что это все-таки важно говорят то есть как падает первоначально свет на наше растение так он и должен падать с ней меняем это сейчас конечно покажу сами всходы поближе и так вот наша земляника из своих семян вы можете заметить что некоторые растения уже с одним настоящим листком некоторые только взошли то есть все равно даже из своих семян сходит семена но немножко так неравномерно но более активно как только у нас начинают они сходить стараемся присыпать сверху все это дело так сказать почву вермикулитом то есть именно у самих растений присыпаем до стараемся все таки семена если здесь они взошли сюда вермикулит не сыпать то есть свет нужен для прорастания поэтому стараемся не засыпать а где уже хорошо так зашли можно конечно так вот поактивнее засыпать вермикулитом что нам дает вермикулит он соответственно нас и впитывает лишнюю влагу но в то же время он способен и отдавать влагу соответственно если у нас будет какое-то пересыхание почвы и в том числе тем самым присыпаем мы прикрываем формирующуюся корневую систему то есть присыпали вот так немножко таким небольшим слоем и все этого достаточно то есть земляник у нас лучше укореняется лучше растет в принципе чувствует себя очень даже хорошо такие вот сходы из своих семян здесь наверное около двадцати или даже больше таких вот земляник кустиков новых молодых покажу вам и другой стаканчик тоже здесь такая земляника это у нас все эти две баночки но вот этих стаканчика в общем это один так скажем сорт выбираем самый такой хороший куст с крупными ягодами то есть тот которым нам нравится обычно все таки таких кустов немного магазинные семена не так сказать балуют нас пересортом поэтому выбираем лучший с крупными такими вкусными ягодами собираем семена и соответственно сеем их это земляник у нас ремонтантная соответственно плодоносит весь сезон и именно этот кустик с которого собрались именно он соответственно обладает их крупноплодностью вообще нет усов то есть это тоже преимущество так сказать снижается уход именно за наши земляника не нужно обрывать усы постоянно так сказать нагибаться над этой крядкой и заниматься вот этой так скажем лишней работой цветет до самой осени то есть хороший и соответственно мы с вами собираем семена точно так же их просушиваем хотя бы дней пять таком ну так скажем затенение то есть на подоконнике это у нас происходит дело там температура наверно 22 градуса то есть нет прямых солнечных лучей и так она у нас сохнет не пять шесть семь в тарелке а затем соответственно пересыпаем в пакетик и перекладываем эти семена в холодильник и храним уже до посева и другой сорт посеян она у нас такой вот большой емкости вот почему не нравится эти вот именно большие такие огромные контейнеры видите здесь уже начинает образовываться зеленый мох его нужно так вот немножко шерудить периодически соответственно здесь тоже вот видите уже начинает образовываться то есть в стаканах намного лучше выращивать я это люблю делать именно в стаканах чем в таких вот больших ложках различных здесь и соответственно влага как бы больше застаивается и как-то то ли они дальше от подсветки или еще что то в общем не нравится семена видите здесь так скажем сами растения немножко под вытянутые в общем такие вот контейнеры не очень люблю ну такие неравномерные здесь какие-то исходы тоже здесь совсем нет здесь как-то побольше может быть конечно когда собирали семена все-таки рекомендуют как бы с кончика из макушки как бы не собирать семена а серединке именно самой ягоды может быть там попались какие-то недозрелые семена но так тоже в принципе достаточно хорошо взошла где-то наверное здесь 30 или даже больше растений в принципе этот зеленый мох особо он не вредит но все-таки периодически его нужно будет так немножко рыхлить то есть тем самым мы нарушаем его целостность и он у нас так скажем ну хоть немножко да пропадает поэтому такой получается обзор все-таки на следующий год если вдруг соберусь сеять то буду сеять только такие вот стаканы то есть гораздо лучше получается состояние и почвы и самих растений таких емкостях все-таки не очень это как-то не нравится затем соответственно присыпали вермикулитом наши вот рассаде вот этой две недели с момента того как мы выставили под подсветку то есть за две недели вот такие получились уже растения затем соответственно можно делать еще шпажкой дополнительные отверстия тем самым мы приучаем наше растение к воздуху более сухому который у нас в помещении соответственно затем будем также подсыпать уже не вермикулит а обычный грунт то есть тот который мы использовали при посеве будем его присыпать к нашим растениям но это будет немножко попозже все таки сейчас еще может и так она у нас постоять затем можем делать прям целые такие надрывы нашей в этой пленке с краешку покажу просто соответственно берем и прямо так вот делаем такую приличную такую дырочку и с каждым так сказать днем их больше и больше и больше и больше и больше то есть тем самым мы практически полностью приучаем землянику к воздуху который у нас в помещении не люблю выращивать также землянику в таких контейнерах которые с крышкой пластиковой крышкой общем с ней тоже как то есть не возиться не очень удобно как-то первый раз получилось как это так не очень хорошо поэтому я от нее отказываюсь только пленка легко просто как бы мне это гораздо удобнее поэтому смотрите конечно по своему так сказать удобству делаем конечно отверстие своевременно все-таки начинаем привычать к воздуху если все-таки у вас слишком сухой воздух не торопитесь снимать саму пленку вообще можете просто сделать вот эти отверстия соответственно побольше и оставлять даже эту пленку именно до пересадки наши земляники по отдельным контейнерам то есть она ничего плохого не сделает какое-то время может даже такая немножко так сказать драная такая на постоять и только сделать вам пользу но так вот такие вот получились в этом году довольно хорошие всходы и вот этот тоже кустик вам покажу очень урожайно смотрите какая ягодка столько ягодок сорт к сожалению не знаю потому что из своих семян поэтому может быть там какая-то и пересортится уже ноут есть вот такие один кусты безусые и в то же время в такие вот они урожайные с такими ягодками всякие разные в общем ты следующий тоже так такие вот уже похожи конечно тоже есть такая вот крупненькая тоже вот еще одна крупненькая поэтому ягод конечно есть но из-за такого жаркого лета она вот видите уже отходит здесь тоже вот такие вот такая ягодка неплохая нормальная погода была еще лучше еще бы ягоды больше было так жарко вот некоторые кусты приманют такие светло-зеленые с которыми все хорошо вот они поярче тут кустик тоже видно что он урожайный ему всего достаточно вот сейчас к нему подошли вот такая ягодка здесь тоже вот видите такая вот ягодка еще она и цветет завязывается такая красненькая в общем всякое разное где-то лучше где-то хуже вкус дельфиниума откуда-то взялся есть конечно мелкая тоже вкусная здесь уже отошла здесь в туз пошел надо убирать и на земле которая растет здесь немножко петенеют укроп тоже вроде бы ягодка была тут еще зеленовато она конечно в траве посмотрите здесь очень конечно жарко вот такой вот получился сбор ягоды небольшая такая чашка есть некоторые конечно тоже белобокая ну почему всякая такая ягодка целом неплохо для 22 августа такая чашечка ягодок поэтому такие дела еще все цветет стрекочут кузнечики бабочки летают пчелки поэтому лето еще можно сказать самом разгаре